у нас сопровождение пёсель решил нас сопровождать до буковеля а до буковеля нам еще соточка собаки так не нравится наш темп что он аж зевает trail dog на минималках пацаны дайте собаки отдохнуть если она добегает до буковеля же как пообещал забрать в днепр где она моя красавица вот она красавица катаны привет если вы вдруг забыли то я напомню что мы в карпатах отрываемся на полную по бэк-паркам и бэк-андри по катушкам настоятельно рекомендую посмотреть про это предыдущее видео так как она вышла очень даже симпотным мы побывали в пилипце захар беркуте скоро побываем буковели и вроде все классно но у вас должен возникнуть вопрос а как вы перемещаетесь между всеми этими локациями так вот это видео будет именно о трансферах а точнее об одном самом эпичном трансфере в 160 километров и 3000 метров набора по горным хребтом из пилипца в буковель а пока я видео втыкаю на свой велосипед и пытаюсь понять ничего ли я не забыл перед выездом давайте я закадров расскажу вам немного маршруте и так маршрут действительно 160 а точнее 164 километра и действительно 3000 а точнее 3280 метров набора стартуем от пилипца и едем без набора асфальтом до межгорье нет это не там где страусы и золотые унитазы это межгорье здорового человека за межгорьем у нас первый перевал с подъемом всего в 450 метров да еще и асфальтом звучит как разогрев оттуда спускаемся в национальный парк синевир на само озеро синевир заезжать не будем так как первое далеко второе распиаренная попса от села калачава начинается второй перевал с набором 400 метров но уже по грунтам спускаемся с перевала также грунтами едем к усть черно и вот тут уже начинается веселье а точнее подъем без выполаживаний в 1100 метров набора единоразово с градиентами от 7 процентов до 20 процентов местами подъем заканчивается немного не доезжая пика горы берляска и от нее едем хребтами то есть волнами вниз вверх до горы стик до тот самый на котором расположен дорога брат то есть заезжаем на дорога брат с обратной стороны точнее сбоку скашивая самую верхушку по траверсу там спускаем лыжную трассу спускаем заезд на дорога брат и оказываемся в районе ясеней от которых до буковеля остается всего-то ничего да еще и асфальтом я даже не буду брать в счет перевал ясенях потому что там эти 300 метров набора асфальтом когда у тебя за плечами уже несколько тысяч набора грунтами ну просто пшик в целом если вы смотрели наши предыдущие кемпы то знаете что были покатушки и выше и дальше и по три раза в неделю но я напомню в этом году никто не раскатан никто не тренируется плюс с нами в команде гости для которых доехать до конца покатушки уровня марьянов тим это пока лотерея и так о подготовке перед эпик райдом самое важное не забыть зарядить велокомб и включить страву потому что если нет страве то кто тебе вообще поверит проверить что с трансмиссией и подвеской все нормально и естественно быть в красных носочках потому что такие покатушки без красных носочков не проезжаются и кстати о гостях в команде давайте проверим как у них дела пацаны готовы страдать они думают что они готовы страдать наивные ну по коням да это не собака это лошадина а давайте сфоткаемся двойки с ноги сдавать ну давайте давайте сфот Monster ндавайте о чем да и там красота и там красота конечно такое он же к к он память уклотώ вел и ну а колеса пометил теперь это его велосипедele центре они садятся на лошадей в следующей серии они уже в этом самом уже в замке ведьмаков как он там называется ну короче там по карте типа несколько тысяч километров они мало того что за ночь их проскакали на лошадях так они еще за это время не успели между собой поговорить серьезно лёха мы мерзнем ходу 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 первый перевал нам дался откровенно легко начали на расслабоне и даже с улыбкой на лицах пока с улыбкой на лицах в калачаве же это село перед старым перевалом у нас случилось небольшое пополнение в команде пацаны вы говорили что вы готовы у нас сопровождение гороший пёсель решил нас сопровождать до буковеля а до буковеля нам еще соточка господа хочу вас поздравить это второй перевал я не слышу криков я не слабежу вашей ручки собаки так не нравится наш темп жена ждевает лёха ты прям дал жару старался можешь когда хочешь что значит муж когда кучу надежды на горку что-то написано от раме это фоточку ну ладно 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 уточню пёсель прицепился к нам примерно 11 километров назад в селе калачава и обратите внимание сколько еще до усть-черна в которую мы едем да нам сейчас вот туда усть-черна 14 километров трейл-дог на минималках итак мы в ус-черна и знаете что да собакин все еще с нами я я думаю что сюжет про псинку будет трогать сердца больше чем наше путешествие потому что она уже сколько два села с нами пробежала на и перед два села и перевал все мы потеряли не отходи догоняю блин может и хоть водички отлить до в ладонь нет у нее ее судороги берут то я вижу пацаны дайте собаки отдохнуть а до франы кашу тоже если она добегая до буковеля же как пообещал забрать в днепр я уже труси да и и надо как-то тут оставить селе ну или очень быстро надо уехать или хрен его знает пытается полежать просто не не я бы ну побыстрее поехать до чтобы она отстала чтобы она потеряла в общем договорились что жека держит собаку пока мы уедем а он потом от нее убегает на всех парах но когда мы тронулись она так активно начала вырываться у жеки из рук чтобы погнаться за нами что ему пришлось закинуть ее в ближайший двор за забор но даже за забором она пыталась продолжать за нами бежать собакин ты навечно в наших сердцах пришло время жрать поэтому главный кофеетолог и ресторатор смотрят где у нас ближайшие заведения физический комплекс баркут где вот там а не тут она там там да а там это либо налево там либо там по этой дороге тоже будет дальше поехали на лево поэтому конечном итоге мы поели просто в ближайшей забегаловке а кодеку для дома так шо тут у нас выходит 80 км прошли все господа в путь дорогу и это крайняя остановка перед хардкорным подъемом в 1100 метров а это значит что совсем скоро мы проверим на прочность новичков и возможно даже увидим чьи-то лимиты спойлер ну и лимиты были достигнуты и физически и моральные но об этом немного позже мы в глазу циклона вокруг туча над нами чистое небо на асфальту до свидания пока асфальт на ближайшие часов 56 легка попрощайся с асфальтом дима чем-то тут занимаешься читер и жека тоже читер и я побуду читером тогда так ну шо господа поворот налево волком тухел сейчас начнутся градиентики ингредиентики такие вкусненькие смачненькие шимана мне нужно 64 звезда сзади 2 серега давай давай а я вижу страдания кантрины все правильно так и должно быть хорош и все вновь в марьянов тим только через постель одну руку не вывожу градиент 20 . по камням и кровные носочки тащат а там пропасть насколько я понимаю да просто пропасть у нас уже всего 1698 набора это чуть больше половины всего пути после по набору и скажу вам честно легче не становится даже красные носочки немножко в целом неплохо фу на сорян что мало снимал тяжело снимать с градиентами 15-20 тут хотя бы тут хотя прямик как говорится выдыхай бобер пацаны вот я еду еду и не понимаю сколько вас можно ждать спереди чего вы вот это спереди отстаете а чтобы жрете до жрете сквозь сколько ждать можно нет ну вот ну первый типа уперут выполаживание но это не пик ну и не самая верхняя . на первую горку сделали сейчас чуть-чуть плату нет надо победным было это это колу мы будем пить на пике миша серьезный паучок я эту последние 300 метров уже кручу кручу думают ойд налево уже уже закончилась красная зона уже оранжево думают одежды этот уклон где понижение я когда уже туда выехал думаю слава богу думаю куда пацаны спрятались там вроде плато вроде так и под конец этого перед плато еще такой нормальный был градиент прямо же говорю хотя красная ну типа самый такой пик ну по крайней парке он писал тоже не сам боже ты мне скажи тебе из-за вилки тяжело вверх ну козлит часто козлит 170 хода 170 еще раз 170 итак самый монструозный подъем взят общего набора уже в районе двух тысяч метров а это значит что осталось еще около тысячи метров набора по хребтам а я уже говорил что на горных хребтах градиенты часто уходят за 30 процентов нет ну теперь сказал да ну не может быть джека я поеду давай ладно не стрели камнем немного тоже к давай конечно он устал он злой у меня велосипед стал тяжелый очень не 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 реально велосипед стал тяжелый господа у нас уже 2 200 набора вам легче становится вот мне кажется вы точно также сейчас обманываете как когда говорили утром что вы готовы так мы готовы у нас есть и до мало вода уже качество принципиально на камеру стоит и пускает сопли а мы-то думаем что-то так резко едешь и все бы хорошо если бы мы не ехали внутри дождевой тучи нет дело не в тумане дело в постоянной моросе и чем выше мы поднимаемся тем все больше мороз превращается в стену воды таких условиях хочется дворники на очки да вроде бы дали узнать откуда гид может знать дорог человек еще стоит и снимает нас такого цирка он еще не видел 1762 до по знаку все мы на самой высокой точке нашего трансфера теперь только спуск теперь ну как обратно и вот такое волнами спуске подъема и нос он да больше пацаны вы как готовы на победную колу и кстати нам сейчас туда налево у джек ты живой отлично свято починается сято починается тут давай открывай господа поздравляю вас это был самый тяжелый подъем за до вашей жизни за всю вашу велась мило историю я не могу открыть перчатках заряда ну мы набрали где-то 1500 даже больше за подъем за ваше здоровье проясню чтобы вас не путать речь идет о наборе от низ от того самого монструозного подъема до самой верхней точки маршрута пик горы гиришаска откидывая коротенькие перерывы на плато и спуски почему я именно так решил посчитать подъем не спрашивайте после 120 километров и 2400 общего набора логика начинает плыть фото фото драга брат фото ждем всех и фото да я тоже наелся напился грязи по самой не хочу подъемником фото да но отметится что где мы были у не решили мокрый вообще весь мокрый насквозь да прям нет дождя и вина мороз все испортил да просто испортил мое дирижирование давайте фото драга брат все дела и поехали дальше а а я говорю что это будет эпик райд все отлично ну братан я хотел как лучше но по-моему получилось идеально а и а а и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня песок везде, в носу, во рту и в глазах. Это круто. Я уже под конец начал притормаживать сильнее, уже какая-то концентрация, знаешь, уже такая. Ну да, да, теряется. Я единственное, что понял после спуска по этой дороге с Драгобрата, что к Мегаваланче мы еще не готовы. Вот вообще не готовы. Что такое? Что такое Мегаваланче? Массовый спуск. Гребаные триатлеты. В целом, как бы, Эпик Райт закончился. Вы счастливы? Ага. 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 Ну, мы еще раз дома поговорим. Счастье. Да, да. Радость. И мы счастливы. Ииии. Все. С Драгобрата спустились. Грунты закончились. Осталось всего-то ничего. Доехать по асфальту от Ясеней до Буковеля. Но именно сейчас начнутся самые большие провалы по физухе и настроению. Конечно, вставлять их в видео я не буду, так как в памяти должны остаться только хорошие моменты. Кстати, о хорошем. Угадайте, что пошло сразу после того, как все помыли свои велосипеды. Камеру сильно залило водой. Перескажу. Обсуждаем тот факт, что мы еще с утра убегаем от дождя. И это везение, что он не нагнал нас где-то на спуске Драгобрата. Возможно, это запланированное везение. Но кто же похвалит гида за продуманность по таймингам? Я не понимаю, что происходит. Этот песель за нами гонится с Ясеней. Это уже километров 8. Что происходит? Чем мы их так маним? И просто не отпускает нас. Нам нужно везти, да? Дим, Дим, Дим. Мы не тут спим. Не тут спать надо. А что вы великом спрячем, не спрячем? Прячем. Давайте. Паш, спрячь, знаешь, и вела? Скажи, куда я спрячу. Скажи, куда, пожалуйста. Что ты за дом показываешь? Я буду спрятать эту руку в одном месте. Уже не до шуток. По-моему, она теплая. Скажи, пожалуйста, куда? Вела вон туда, внизу. В этой двери. Господа. 170. Е-бой. Поздравляю вас. Спасибо, что живой. Ваше впечатление, Дмитрий. Дима, у которого грязь на лице. У него пульт поднимается, когда он открывает рот. Абхил. Абхил. Я могу прям развернуто рассказать. Давай. Во-первых, дорогобрат меня не удивил. Опять в дорогобрате был туман, и мы ехали в тучи. Это такое. Господа, ездить в дождь плохо. Но мы весь день от него убегали. А весь день это, мягко говоря, 120 без малого километра. Больше, больше. Почти 140 мы от него убегали. Почти 140 мы убегали. И только на 140 километре нас дождь догнал. И я считаю, это великолепно. Вы потом посмотрите, или вы уже посмотрели. Там, как мы в Гозу Циклона постоянно ездили от Грома, уезжали. Поэтому, в целом, огонек. Если бы не финальный дождик, прям выжили бы. Да, руки кумею, придут так. И туманчик веселый. Где-то 40 км или 30 по горам. Да, да, все в тумане. С ветром. Я уже под конец дождевика делал второе дыхание. Ну, это же даже не туман, это туча. Мы ехали в тучах. Притом, дождевой тучи. Прямо... Нет, вот конец стала прям мокро. Да, ты просто в воде едешь. Ну, и слушай, конечно, единоразовый подъем больше, чем на 800 метров, на километр. Не-не-не, какие там 1100 где-то под набором. Единоразовый. Просто вот без нон-стопом 1100 набора было. Нет, у него ни единого плоского момента 1100. Я столько не набирал. Я живой. Господа, на этом все. Спасибо за просмотр. И не забываем ставить лайки. Это очень важно. За каждый не поставленный лайк где-то в мире грустит один маленький Стасян. И не забываем подписываться, так как в следующем видео будет шикарнейшая бэк-кантри по хомяку, новые постройки в Буковеле. И, наконец-то, я выскажу свое мнение о том, какой из байк-парков лучше в Украине.